В городе Корсунь-Шевченковске Черкасской области полиция жестоко расправилась с инвалидом. И все из-за того, что ветеран АТО Руслан Фризин всего лишь попытался отстоять свои законные права в местной службе доставки. Продолжит Станислав Кухарчук. Я уже звук до этого всего. Я до уваги это сильно не беру. Свою ногу Руслан потерял, подорвавшись на мине под Майорском летом 2016-го. До того сержант 53-й бригады получил серьезную контузию. Сейчас он старается об этом лишний раз не вспоминать, чтобы побыстрее влиться в повседневную жизнь. Но и здесь, на мирной земле, ему еще раз пришлось повоевать за свои права на новой почте. Говорит, вторая группа инвалидности козырять не любит, поэтому стал в общую очередь за посылкой. На оператор отделения решила первой обслужить постоянную клиентку. Замечание Руслана буквально в считанные секунды переросло в словесную перепалку. После приезда полиции конфликт не угас, а разгорелся еще с большей силой. Несмотря на явные признаки инвалидности, патрульной силой пытались вытащить ветерана из помещения. По-братиму Руслана в который раз просматривают видео с камер наблюдения. Говорят, полицейские грубо нарушили все нормы закона. Применять физическое воздействие к инвалиду они попросту не имели права. Прием задушения кладут на пол. Відповідно, когда полицейские заходят и бачут, что не происходит никакой конфликт, у них нет никаких способов совершить или затримания, или что-то делать. Уже на улице две группы патрульных силой пытались надеть ветерану наручники, а затем отвезти в отделение для составления админпротокола за нецензурное высказывание в общественном месте. Строители, которые были свидетелями этих событий, сами едва сдерживают возмущение. Уже через несколько дней после случившегося представители компании по телефону принесли свои извинения Руслану. Дескать, неувязка вышла, не знали, что мужчина инвалид. А конфликт руководитель филиала называют словесной перепалкой. А що відбувалося, коли поліця приїхала? Суточка. Між кем? Між працівниками, клієнтами і... Ну, між працівниками і клієнтами. Суточка, це хтось бувся? Не, словесно. Полицейские, задержавши Руслана Фризина, как ни в чём не бывало, несут службу. В их работе у руководства претензий нет, хотя служебное расследование по данному факту всё же начали. По данной ситуации проведуть перевірку незалежніх особи, які визначатся із правомільністю дій працівників поліції. Но Руслана і його попротимо в служебное расследование поліції не устраивает. Ветераны уверены, здесь явное превышение полномочий со стороны патрульних. Соответствующее заявление бойцы АТО подали в прокуратуру. Кроме этого, Руслан за нарушение прав инвалида намерен жаловаться и на отделение службы доставки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...